Всем привет! Самыми интересными событиями из мира науки поделюсь с вами я, Ралина Киряева, в программе «Новости науки». Смотрим внимательно, не отвлекаемся. Итак, в мире. Научные деятели из Лувенского католического университета во время своих исследований генетической предрасположенности к полноте обнаружили новый способ лечения ожирения. Ученые занимались экспериментами с лабораторными мышами, у которых на уровне генетики было предрасположение к полноте и набору лишнего веса. При замедлении клеточных процессов в буром жире развивалось уменьшение развития ожирения, а стимуляция активности в буром жире привела к улучшению толерантности к глюкозе и уменьшению прироста веса. А в России ученые Томского госуниверситета совместно с коллегами из Института физики прочности и материаловедения СУРАН разработала технологию получения нанокерамики с коэффициентом теплового расширения близким к нулю. Этот керамический композиционный материал, обладающий повышенной износостойкостью, будет использован для изготовления нового класса запорных элементов для трубопроводов нефтегазового комплекса. В состав материала входит вольфромат циркония. Именно он обеспечивает нанокерамике неизменность размеров как при нагреве, так и при охлаждении в достаточно широком температурном интервале. И обеспечивает такие качества, как эффективная работоспособность в экстремальных условиях, высокая конструкционная прочность и небольшой вес. И напоследок в Татарстане магистрант Института физики Казанского федерального университета Анны Иванова занимается исследованием новых железосодержащих комплексов. Такие комплексы являются потенциальной основой для создания из них датчиков, преобразователей, устройств переключения, базирующихся в перспективе на одной молекуле. В частности, исследование, реализуемое Анной, может дать новый материал для их миниатюризации. Сейчас активно развивается идея модификации подобных комплексов в целью поиска систем интересных с точки зрения их практического применения. При этом меняется строение молекул, выбираются различные внешнесферные анионы. Иногда при таких модификациях возникает интересное сочетание свойств. А на этом все. Субтитры создавал DimaTorzok